Первый выпуск Школы польского права на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета Одесская юридическая академия. Проект реализуется благодаря поддержке и финансированию Польского министерства высшего образования и науки. Поздравил молодых людей президент Одесской юрокадемии Сергей Кивалов, а также консул Республики Польша в Одессе Павел Недзветский. Подробнее в нашем сюжете. Укрепление международных связей. Проект «Польское право», который получил поддержку и финансирование Министерства науки и высшего образования Польши и преподается на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юрокадемии, выпустил своих первых студентов. Молодые люди изучали основы польского права, а в завершении курса получили сертификат международного уровня. Для студентов, которые планируют продолжить учебу в Европе, это огромный плюс. Ведь те дисциплины, которые они изучали здесь, сдавать повторно им не придется. 23 студента в течение двух лет изучали право. И не понаслышке, а приезжали реально те преподаватели, которые дают этот предмет непосредственно в Варшавском университете. И вот специалисты не только правового факультета Варшавского университета, но и практические работники, зампредседателя Верховного суда Польши, судьи Верховного суда, профессора, доктора наук, адвокаты, которые рассказывали о праве Польши, как оно применяется, о конституционном праве. И знаете, очень интересно было слушать. Самое важное то, что каждый из студентов получил диплом с указанием кредитов. То есть, если у кого-то возникнет желание поступать в какой-то польский вуз, либо в какие-либо вузы Европы, они смогут предоставить соответствующий диплом для того, чтобы эти кредиты им были перезачислены. И таким образом им не нужно будет сдавать эту дисциплину. На торжественное вручение дипломов приехал также консул Республики Польша в Одессе. Он подчеркнул, что это первый, но точно не последний проект, который реализуется совместно с органом исполнительной власти Республики Польша и Одесской юракадемией. Уже намечены планы о сотрудничестве в следующем году. Представитель дипломатической миссии в Национальный университет Одесской юридической академии приехал впервые. И дебютный визит в храм науки произвел на консула неизгладимое впечатление. Я у вас первый раз, честно говоря, мне очень нравится. Мне очень нравится дух этой академии. Я тоже встретился с Сергеем Васильевичем. У нас было много тем, обговора. Мы обсудили путь развития дальше, в будущем школы польского права. Но тут есть желание обоих сторон, чтобы продолжать этот проект. Он очень интересный проект. Курс польского права проходил два года. За это время студенты изучали не только за юриспруденцией, но и на протяжении шести месяцев польский язык. Остальное время было отведено иностранным лекторам, которые приезжали и проводили пары для студентов юрокадемии на родном языке. С начала пандемии группе польского права, как и всем по понятным причинам, пришлось перейти в ЗУМ и продолжить обучение онлайн. Но, по словам преподавателей, это не повлияло на обучение, ведь кто хочет, тот будет учиться в любых условиях. Трех лучших студентов, которые очень хорошо освоили польский язык и были активными. Мы заберем на стаж в Варшаву на где-то около двух недель. В основном на университете, но тем не менее мы хотели бы им показать юриспруденцию и институты государственные в действии, так сказать, на месте. Но чуть спадет, я надеюсь, пандемия, и мы реализуем абсолютно этот сценарий, потому что наша деятельность не прекращается. Мы заключили с Одесской академией договор, который там не на год только и на два, а бессрочный. Имена трех счастливчиков пока неизвестны, но все без исключения уже строят планы и мечтают поехать на практику в Варшавский университет. Кроме того, Польское министерство высшего образования берет на себя все расходы – переезд, проживание, питание. Таким образом, трех лучших бесплатно получит бесценные знания и расширит свой кругозор. Конечно, я очень хочу поехать, потому что это опыт, это зарубежный опыт, это перспектива на будущее. Мои ожидания, как и, верно, всех грандиозны, потому что это новая страна, Варшавский университет. А Варшавский университет, он считается одним из самых старых университетов в Польше и он считается Европой, как один из самых лучших. Конечно, хотел бы, ожидаю, даже не знаю, это лучший университет с невероятными лекторами. То есть информация, которая преподается там, это информация, это опыт страны Европейского Союза, то, куда Украина стремится на протяжении уже нескольких лет. Напомним, не так давно Одесскую юридическую академию посетил судья Верховного суда Республики Польша Камиль Зараткевич. В ходе своего взита почетный гость выступил перед абитуриентами на дне открытых дверей, рассказав, что ВУЗ уделяет особое внимание развитию международного сотрудничества. В свою очередь, польские гости отметили, что запуск второго курса польского права планируется на весну следующего года. Студентов, которые желают записаться на второй поток, более чем достаточно.